Вы так сказали, Володя Зеленский. Зеленский, он сейчас Володя или вас же, процитирую, гнида? Да, я уже с ним и не с гнидой, и не с Володей уже не разговариваю, поэтому даже не знаю, как. Но у меня нет к нему какой-то озлобленности. Понимаешь, если бы на его месте, извини меня, Путин был, я бы на него был злой. Потому что человек соображает, что он делает. Он знает, что такое война, он военный человек. Но Володя Зеленский, он не специалист, не профессионал. Хотя он вырос, он за это время вырос, он вкусил этой должности до СВО. Поэтому он должен был понимать. Ну, а потом, если ты в эту телегу впрягся, ну, дорогой мой, так ты уже отвечай. Поэтому он не понимает сам, что он творит. Еще по многим вопросам. Кое-что он уже освоил. Поэтому и спрос у него должен быть. Потому у меня нет против него озлобленности. Более того, когда я с Путиным разговариваю, так Путин как-то безразлично к нему относится. Как будто его нет. Вот такой злобы, что вот и такой. Он понимает, но у него такая-то же точка зрения, как у меня по Зеленскому. Что этот человек не знает, что творит. Поэтому можно и Володе. А можно и не Володе. Можно и не Володе. Если он, слушай, он мне предлагает, давай поговорим. Присылает этого Кирилла Абуданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их. Министр иностранных дел, в том числе нынешний. Поехали туда. Не первый раз. Сели во Львове там, ведем переговоры. Вроде бы нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают. Давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы нахрен. Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем? Мы граничим с вами. Хотите разговаривать? Давайте разговаривать. Какой-то процесс пошел. Там меняли первый обмен военнопленными. Они в России. Нет, в России нет. Давайте через Беларусь. Украинцы. Ради бога. Россияне позвонили. Нет вопросов. Мы участвовали. Помогли там больше сотни. Больным сразу помощь оказали в Беларуси. То есть пошел. Мелкие шажки. Но уже какое-то движение в результате наметилось. Ну а потом давайте в Стамбул. Ну ясно что. А потом в Эмираты. Я говорю, вы что с ума вообще сошли? Мы в Эмираты полетим с вами вести переговоры. Мы рядом живем. Давайте в вашем огороде, если вы хотите. Давайте в нашем. Они готовы были ехать в нашу. Но там же, вы же знаете, сейчас трение между Зеленским и военными. То, что я предсказал несколько месяцев назад. Мы это видели, что пошли трения. За что люди гибнут? Военные же это видят больше, чем кто. Вы верите, что это последний шанс для Зеленского? Вот если не сможет, то уже не будут накачивать деньгами. Согласны с этим утверждением? Естественно. Не только потому, что это. Не будут накачивать еще и потому, что ситуация складывается у них непросто. Вы посмотрите, Европа вся поднялась. Кто бы, вот если бы тебя, погруженного человека, спросили месяц назад, что Украина будет вести экономическую войну против Польши там и других. Ты бы не поверила. Посмотри на границы. Выстроились и не пускают туда ни сала, ни свиней, ни порыся. А вы наше зерно не взяли? Ну так нечего вам делать в Украине, в воюющей стране. То есть уже между ними трения пошли. А посмотрите, в Европе все больше набирает обороты, движение. Мы плохо живем, а вы в это время миллиарды тратите на Украину. А в Соединенных Штатах Америки плюс еще политическая кампания. В Германии рецессия. Да, в Германии рецессия. Этого бедного Шольца крутят, как хотят, хотя все немцы понимают, что это все во вред. Что вам не хватало? После той войны с нами дружить, работать в России, брать за полцены ресурсы и быть одной из ведущих экономик мира. Что вам не хватало? Немцы же не идиоты, они это понимают. Но осознание приходит в эту огромную массу, толпу и миллионы людей выступают против. А возьмите Польшу. Стоило оппозиции заявить о митинге, больше полумиллиона, там улиц в Варшаве были забиты народом, вышли. То есть уже начинается оттуда, изнутри противодействие всему тому, что происходит. Вопрос в простом. Люди правильно ставят. А что говорят? Украина стоит того, чтобы началась Третья мировая война? То есть они уже взвесили на одной чаше весов Украина, как бы там ни было справедливо-несправедливо. Другой, Третья мировая война и уничтожение человечества. А то, что Америка уже почувствует, что такое война, это 100%. Это того стоит? Нет, это того не стоит. Они уже начинают это понимать. А вы мне объясните тогда, пожалуйста, если можно. Вот красная линия, само понятие себя дискредитировало. И тем не менее, вот если бы вы для себя красную линию формулировали, это что? Оля, ты очень права. Вот внутри у тебя такое. Никогда нельзя, говоря о красных линиях, их рисовать. Потому что жизнь меняется, и линии двигаются то вперед, то назад. Мы их называли конкретно. Ну, не мы, больше вы. Ну и что сейчас? Ты правильно иногда задаешь вопрос у себя, я смотрю. Ну вот они, линии, и уже перешли. Что дальше? Что вы нарисовали? Где-то тайно новые линии. То есть, если ты говоришь, что красные линии, они всегда есть. И у нас, и у них. У россиян, и у украинцев. Они есть. Но политически лучше не озвучивать, какие они. Жизнь это меняет. Так произошло и в Российской Федерации. Но вы уже их назвали. Но, Оля, правда стоит в том, что назвал красные линии, не сказали, что вот эту линию перейдешь, будет эта. Эту перейдешь, тактическая ядерная. Это стратегическая. Вот это не сказали, слава Богу. Поэтому не надо никогда влазить в эти детали. Красные линии, вот для меня, это полномасштабная агрессия с любой стороны сейчас. Ну, кроме России, естественно. Ну, конечно. Мы даже не ждем и войска там не держим. А вот Прибалтика, Польша и Украина. Акты агрессии квалифицируются военными. Пришли ли там армия, границы и так далее, я даже точно не знаю. Но акт агрессии, он всегда квалифицируется. Это не то, что делается в Брянске и Белгороде. Это не то. Вот если они войсками перейдут границу, не этими там отрядиками, и убегают обратно, и начнут войну, это агрессия. А вы как-то для себя формулировали, думали когда-то, что должно стать триггером, причиной, чтобы вы сапогом вступили в СВО? Ну, мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить. Ну, многие говорят, ну, батюшка, вы знаете, он такой. Да, я такой, когда речь идет о моем народе, о моем государстве. И потом, я же не позволю, то, что мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали это независимое, так сказать, государство, что я так отдам их 10 миллионов на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия. Но то, что на границе происходят вылазки, это еще не агрессия? Атака мочулища, это еще не агрессия? Нет, это далеко еще не агрессия. С такими мочулищами мы справляемся и справимся. И с границей тоже. Это провокация. Понимаешь, это провокация. И потом, некоторые вещи, о которых в СМИ мы говорим, некоторые, многое вы не знаете много. Недавно попытка была с России, завели опять диверсанта против нас, что-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили эту, как они говорят, игру. И когда мы поняли, что мы можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу. Почему мы с ним ведем игру? Для того, чтобы мы видели, на кого он выходит. Вот в Мочулищах 20 человек. Польша, Украина, Беларусь, Россия. 20 человек, с которыми он имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали. Он диверсантом, его готовили и так далее. Ну а вы, мерзавцы, 20 человек. Предатели. Все там. Вот сейчас будем с ними разбираться. Просит сейчас украинцы, ради бога, отдайте. Он же выступил, говорит, Зеленский, ну ты же меня бросил. Послал сюда и меня бросил. Поэтому это обычно. Даже вот то, что они делают в Белгородской области, это еще не агрессия. Далеко не агрессия против России. Это очень ощутимая, сильная провокация, где мы не дорабатываем. Сейчас начали дорабатывать. Сейчас начали, впряглись в эту проблему. Но вы же знаете, в России погранвоиска отдельно, вооруженные силы отдельно. И порой непонятно, что происходит. Сейчас Путин их кулак всех взял. Александр Григорьевич, а вы так сказали, что вы готовы ко всему. А белорусское общество в этом смысле вас поймет? Оно отмобилизовано? Вы знаете, если начнется война, я общество ничего спрашивать не намерен. Это война. Я должен принимать решение. Общество, избирая президента по конституции, знало, что это он принимает решение и как главком отдает, главнокомандующий отдает команды и распоражение. А если я буду ходить где-то по городам и веселям, и прислушиваться правым, левым ухом, кто что сказал, так в течение пару месяцев в Беларуси не будет, как это было тогда. Поэтому это мои полномочия, это мои функции. Но я же не первый раз иду на выборы, они же мою решительность видели, что шаг влево, шаг вправо, я начинаю действовать. Ну, избирали. Ну, так терпите теперь до следующих выборов. Они скоро состоятся. Если вам не нравится эта решительность, ну, вы изберете. У нас мягкие будут там и были, и женщин у нас. Целое трое было. Надо было избирать, и что вы за меня голосовали. Я-то на полном серьезе говорю. И наше общество, наши люди к этому привыкли. Даже порой перебирают. Это все президент должен. Это у нас президент. Стоматология, зубы лечить президент. Прооперировали не так президент, протестировали вступительные экзамены. Недавно тут нахомутали там такую формулу, что люди не могли разобраться. Не то, что с высшим образованием, профессора не могли разобраться. Президенту тысячи из 53 тысяч поступающих пришли обращения по социальным сетям и прочим. Президент должен мешаться. Уже перебор какой-то. Поэтому у нас как раз общество и люди настроены, что это пусть президент примет решение. Поэтому тут у нас с людьми консенсус. Но если бы даже его не было, я бы свою полномочия конституционную реализовывал мгновенно.